Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, самый важный, самый сильный, самый могучий день Йом-Кипур перед нами. С одной стороны, это день прощения, с другой стороны, это великий и ужасный день. В этот день завершается 40-летний период, простите, 40-дневный период духовного очищения. Первыми были 30 дней Иллула, затем 10 дней Раскаяния. И вот в Йом-Кипур мы уже как бы поднимаемся на самую высокую духовную ступень, мы становимся подобно ангелам, которые отделяются от всего материального, не едят, не пьют и так далее. И вот, несмотря на то, что в Йом-Кипур тяжелый пост, он больше суток, этот день воспринимается все же как один из самых важных, торжественных и светлых праздников. Вообще, в трактате Таанит, Мишни, написано, что Йом-Кипур является одним из самых лучших и радостных дней в году. На протяжении вообще всего года у нас 7 постов. И только Йом-Кипур это единственный пост, который предписан Торой. Остальные выведены мудрецами. И надо не забывать, что тот, кто ест в преддверии Пурима в два раза больше, чем обычно, в преддверии Йом-Кипура в два раза больше, чем обычно, то есть в пятницу, то есть ему засчитывается как два дня поста. Кроме того, надо не забывать, вот всегда говорил Саак Абрамович Коган, великий раф синагоги Набронной, что пельмени, не забывайте в этот день кушать пельмени. Гура красная должна быть закрыта белым, с хестом. Итак, вернемся к Йом-Кипуру. Воздействие Бога в этот день можно очень легко в физическом мире понять. Есть известная формула, страдания очищают. Чтобы наполнить сосуд новым вином, дорогим, например, надо ударить грязь, которая всегда в мире ассоциируется с грехами, а сам сосуд тщательно вычистить. И эта процедура, к сожалению, или к счастью, бывает очень болезненная. Особенно сосуд, это наша душа. И Аль-Тареба говорил, что в послании раскаяния, если человек совершил грех, одного раскаяния и даже поста и покаянных молитвей в Йом-Кипур недостаточно для полного духовного очищения. Все это способно лишь отсрочить наказание. Но потом приходит страдание, душа очищается. И вот даже само выражение, которое драет, начищает, при этом сдирается поверхность, как мы знаем, когда это делалось в физическом мире. А вот название дня Йом-Кипур происходит в слове «капора», то есть тоже очищение от пятен грязи. Это то, что происходит в этот день. В этот день ко всем нам обращен один единственный призыв с неба. Это покаяться. У нас есть разные грехи большие, маленькие, и мы понимаем, что, в общем-то, оправдаться не можем. И назначение Йом-Кипура – это прощать, миловать и искуплять. А что от нас требуется? Надо захотеть прощения, не повернуться спиной, вот как протянутой с неба руки. Надо понять, что вообще человек, он имеет свободу, он имеет возможность отринуть Творца. Он может решать там сам, что он, человек звучит гордо, человек во главе всего. И когда человек становится, а в конце концов натрон, он возводит себя, то дальше он сам определяет, что хорошо, что плохо, что добро, что зло. И чем это окончается, мы, к сожалению, знаем. Йом-Кипур – очень важный день, но для того, чтобы нас простили, надо самим уметь прощать. Надо в этот день прощать обиды, которые нам нанесены тоже. И это пробуждает какую-то такую святую искру в человеке, часть Бога. Возможность прощения вообще – высшее проявление сущности человека, сотворенного по образу и подобию. То, что мы можем прощать, еще важнее того, что нас могут простить. И вот этот праздник Йом-Кипур описывается, вот такой день, единственный в году. Ну, написано, что никогда не было такого праздника, как Йом-Кипур и 15-го в Израиле. Нет такого. Мудрецы объясняют, что здесь двоякая такая вещь. С одной стороны, Йом-Кипур – это день прощения и искупления, потому что написано, что после золотого греха простил я по слову, что ему сказано. С другой стороны, в этот день дарованы вторые скрижали. Машей спустился со скрижальными, и вот снова и снова происходит в этот день много-много лет, то есть, по сегодняшний день, то влияние, которое было сверху. То есть, влияние этот день принес с неба нам прощения. Но тем, кто хотели этого прощения. Поэтому очень надо хотеть. Вот давайте сегодня захотим, остановимся и посмотрим. Папа, посмотреть наверх, я хочу, чтобы ты меня простил, я себя вел неправильно, больше такого не будет, я сделаю вот такие-то изменения, я поступлю вот так-то. Вот это суть этого дня. Готовимся, осталось совсем немного, прохава от слаха.